В отделении переливания крови аншлаг, но процесс идет быстро. Кажется, что недостатка донорской крови быть не может. Это впечатление обманчиво. Последние две недели у нас явный спад просматривается, но он в большей степени связан с праздниками, которые были. Все-таки люди не так склонны диету соблюдать после этих праздников. Николай Уваров признается, донором стал в армии по неволе в 80-м году. Там пришлось сдавать кровь дважды. Зато после демобилизации пришел в отделение переливания добровольно. Регулярно посещает его и сейчас, раз в два месяца. Тем, кто боится, советует страх перебороть, ведь процедура сдачи крови безболезненна и безопасна. Пусть приходит, дает, все нормально, самочувствие будет. Людям надо помогать. Кому-то нужна кровь наша. Впервые идти на сдачу крови было страшно, вспоминает Ирина Мироненко. Но ей страх победить удалось. К донорству она приобщила и близких – дочь и супруга. Просто помочь людям как-то. Ну, ну, ну так. Уже десятый год сдаем. Самые распространенные группы крови – первая и вторая. Они же самые востребованные. Впрочем, в отделении переливания будут рады всем донорам, без исключения. Перед самой процедурой каждому проведут экспресс-анализ. Окончательное решение о допуске в процедурный кабинет после осмотра примет врач. Нужно соблюдать диету. В первую очередь, то есть исключить за сутки соленое, жареное, жирное, копченое, молочную продукцию, яйца. И в день сдачи крови с утра позавтракать любую крупу на воде, попить чай сладкий, крепкий. Можно с баранкой, с печенюшкой, с чем-то таким. Минимум за три дня до сдачи крови следует отказаться от употребления алкоголя и приема лекарств, в том числе обезболивающих. Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы работает по понедельникам, вторникам и четвергам с 8.30 до 12 часов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.